Да, слышно. Текст у нас перед глазами и материала для обсуждения у нас больше, чем реально есть шанс обсудить. Но я хотел бы остановиться на нескольких, немногих фигурах наиболее ярких руководителей эпохи судей. Мы немножечко в прошлый раз поговорили о самом начале этой эпохи. А теперь мне хочется поговорить о выдающихся личностях, которые сыграли заместную роль на протяжении этой длинной и сумбурной эпохи. Значит, мы помним то, что повторяется неоднократно на протяжении книги и студии, такой довольно надоедающий колебательный процесс. Смотрите, шестая глава книги Шовтин. «И стали сыны Израилевы делать злое предотвращения Господа». То есть опять были выдающиеся руководители, была двор и барак, освободили, все, что хорошо после этого, пока они не сошли со сцены, ушли из этого мира и опять начинаются сцены Израилевы, опять ведут себя плохо. И предал их Господь в руки медианитян на семь лет. И тогда эти медианиты вели образ жизни кочевой, они совершали набеги. Им было очень тяжело, потому что они грабили и оставляли всех в пустыню руками. И весьма обнищал Израилев и злое предотвращения, и возвратили сыны Израиля Господу. И было, когда мы запели, послал Господь пророка к сынам Израиля. И сказал он им, так сказал Господь Бог Израиля, «Я вывел вас из Эгипта, вывел вас из дома рабства, и избавил вас от руки египтян, и от руки всех медианцев вас, и прогнал их от вас, и дал вам землю, и сказал я Господь Бог ваш, не бойтесь богов и морей. Хочу здесь заметить, что я довольно долгое время понимал фразу «не бойтесь» того, как успокоение полагаетесь на меня. Но теперь я думаю, что простой смысл этих слов «не бойтесь Богу говорить», то вы, знаете, не перенимаете у них культа поклонения их божествам. Не бойтесь мысли «не трепещите», не обожествляйтесь. Но вы не послушали голоса Мальдем. И дальше Мальдем очень отчетливо разбирает по ступеням, как накапливались прегрешения Израиля. Давайте посмотрим кратко, что говорит Мальдем. «Так сказал Господь, вы сами навлекли на себя беду». И разъясняет. «Я говорю, вы у вас из Эгипта, и вам надлежало познать мое великое всемогущие, испытывать передо мною возвышенный трепет». То есть исход из Эгипта происходил не как молниеносное событие, потому что Бог-то всемогущий. И Он мог бы вывести еврея в один момент. Но для чего нужен был процесс? Для того, чтобы евреи впитали в себя сознание всемогущества Всевышнего. Это очень важно. Потому что если я не убежден в том, что Он всемогущий, то полагаться на Него было бы некоторой равновидностью, наивностью. А наивность за некоторыми пределами это вовсе не достоинно. Но когда вы увидели всемогущество Творца, то вам надо было переписать и полагаться. «Дальше объясняет Мальвим, я вывел вас из дома рабского, и вам надлежало проникнуть благодарность и также знать, что вы мои рабы». То есть, с одной стороны, Бог всему, и это вызывает средства. С другой стороны, Он для вас сделал такую великую вещь, у нас вызов из рабства. И поэтому, если вы нормальные люди, вы должны были проникнуть благодарностью и с радостью служить Ему. «И спас я вас, и вам надлежало осознавать, что вы по-прежнему во мне нуждаетесь». То есть, мало того, что на вас обязаны благодарность за прошлое, но вы должны понимать, что сказка продолжается. Жизнь не стоит на месте, у вас еще будут проблемы. И вам надо было понять, что вы и в будущем нуждаетесь в силу. И в 40 лет, которые евреи ходили по пустыне, были очень, как сказал Томас Манн, герметической педагогикой. Народ убеждался и раз, и два, и десять на том, что без постоянной поддержки Всевышнего, они не могут просто оставаться в живых. Помните одно из последних испытаний, которыми народ подверг Всевышнего в пустыне, своими американями, они говорят, сколько можно жить в этих ненормальных условиях, надоело, это их легковесный хлеб. И тогда Бог послал на них змей, которые их кусали, и не надо. Почему? Если вам надоело жить в неестественных условиях, то в естественных пустыне будут залить змей. Это не приятно. Поскольку мы живем в более или менее естественных условиях, то мы всегда должны не слишком до конца погружаться в них. И всегда сознавать, что мы нуждаемся в божественной защите. Да. И таким образом все ваши поступки совершенно непростительны, знаете, с точки зрения разума, не говоря о том, что это проявление неблагодарности, неверности, потому что вы же обещали исполнять то, что Стивульский говорит. Такего же вы не исполнили. И вот, наконец, перейдем от этого общего взгляда на эпоху к тому, как появляется один из важнейших лидеров этой эпохи студии. Один из стих шестой главы. «И пришел ангел Господень и сел под перебинтом, такой деликцо, который во фре, что у Юашна, обезьянина, а сыново, где он молочит, пшеницу, сочили, чтобы скрыть ее от меденителя». Что такое сочила? Сочила – это такая каменная яма, где выдавливают винограды, делают дыно. И почему этот молодец обмолачивает пшеницу в том месте, где положено давить виноград? Потому что он боится, что в любой момент могут совершить набег эти племена меденитя и могут все забрать. И поэтому он потихоньку обмолачивает пшеницу в необычную. И вот в 12 стихе явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж храбрый». И сказал ему, «Виде он, о, господин мой, есть Господь с вами». Так отчего постигла нас все руку? Обратите внимание, как герой, которого мы еще совсем не знали, он только сейчас впервые проявляется в рамках рассказа. Никий незнакомец, он еще не знает, что это Ангел. Незнакомец его приветствует и говорит, «Господь с тобою, добрость на них». Господь с тобою – такая вежливая форма приветствия. И что же делает наш герой? Он ведет себя, как классический герой народных сказок. Он принимает слова приветствия за некое содержательное сообщение. Он сообщает, этот пришелец сообщает ему, что с тобой имеется Господь. Если так, так почему же с нами происходит такие нехорошие вещи? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, где Египта вывел нас Господь? Ныне же оставил нас Господь и призвал нас в Родине Дениска. Медраж, обсуждая эту сцену, говорит, что это происходит на завтра или на утро после пасхального сэта. И этот самый молодец Гедеон говорит ангелу, «Ты говоришь, Господь со мной, Господь с нами». А вот ночью этой мой папа мне рассказывал, что Бог вывел наших предков из Египта. «И я хочу узнать, если у наших предков были заслуги, то пусть за их заслуги Всевышний и нас тоже вывел. Если же у них не было заслуг, то пусть Он и нас избавит за заслуг. И тогда, в 14-й стихе, ты обратился к Нему Господь и сказал, «Иди с этой силой Твоей и спаси Израиль от руки в Египте». Я посылаю тебя. Посмотрите, в чем заключается тема Гедеона? Какой это силой Бог посылает его спасти Израиль? Сила заключается в абсолютной убежденности в том, что Бог должен спасти еврейский мир. Это совершенно замечательное качество, которое абсолютно необходимо для Игипта. И Бог принимает его и говорит, «Вот с этой силой иди и спаси». Я посылаю. Ну, Гедеон отвечает, «О, Владыка, чем мне спасти Израиль? Ведь семейство мое беднейшее в коленях на шею, а я младший в доме отца моего. И сказал ему Господь, «Я буду с тобою, и ты поразишь мигдинитян, как одного человека. Я буду с тобою». Мы узнаем здесь разговор Муше у горячего куста. Да? Всем нашим правоцам, всем деликим руководителям Богу время отременно приходится говорить ободряющие слова. Бой, если я, кого-то так. Хорошо. И он проходит некоторое количество испытаний, Бог посылает его срубить жертвенник и того, который стоит во дворе отца его и так далее. и наконец, пройдя все эти испытания, я очень советую почитать эти главы, они захватывающе интересны, про то, как Гедеон сомневается и просит дать ему знак, что ему не померечилось, и действительно Бог ему посылает на эти дела. как он говорит, вот я кладу клок шерсти и давай сделай так, что этот клок будет мокрым от росты, а вся земля будет сухой. Или наоборот, вся земля будет мокрой, а клок будет сухой. И пройдя эти тесты, он убеждается, что действительно Бог послал, и когда все вышли великим собрать армию и идти воевать медианцам и еще, соответственно, сбродом племен огромной армии. И вот святая армия Игзиот собирается на войну, 7 глава, и сказал Господь Игзиону многочислен народ, который с тобой, чтобы отдать мне медиан вихру. Почему? Всего Бог не хочет отдать победу над медианом этой многочисленной армии и плод. А вот он объясняет, как бы не стал восхваляться надо мной, играя, говоря, моя рука спасла. То есть в противовес известному тезису, что Бог всегда на стахне сильных армий, Бог говорит, я хочу, чтобы ты одержал эту победу небольшим отрядом. И ныне воззавиживо услышание народа, так, кому страшно и трепетно пусть возвратится и утром зайдет в горы и возвратилось из народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь вези вон и все народ на депутин. Веди к воде и я тебе укажу кого. Знаете, вот там цена такая, признак такой, если кто становится на колени в руке из реки, это не подходит, потому что те, которые привычны становиться на колени, вот, и должны перед другими силами склонны встать на колени негодисты. Надо оставить только тех, кто, бросаясь пальцами из воды в рот, не наклоняясь ртом к воде. Шестой стих, и было число лакающих из руки в рот 300 человек, а весь остальной народ на колени встали, и Бог сказал этих оттуда. И вот девятый стих описываясь, и было той ночью, сказал ему Господь, встань, сойди, встань, ибо я отдал его в руки тебе. Если же ты страшишься сойти, то сойди ты и фура слуга твоих стана, и слушай, что говорить будут о затем о крепкой руки твоей, и ты сойдешь встан, и сошел он, и фура его слуга к краю вооруженных собствий. Теперь оцените ситуацию. У Ведеона отряд 300 человек отобраны. Против него несметная армия медвенитян и их колюбников. И Бог понимает, что Ведеон естественным образом должен родиться в такой странной бить. Говорит, если боишься, то садишь встан, тебя боятся одному, возьми свой услуг. И вот они пробрались ночью встан и слышат, как один из индианских воинов рассказывает другому, что он видел странный сон, как ячменная лепестка прокатилась, повалил их шатер и говорит, это не иначе, как меч Ведеона, который нас всех внук. Пятнадцатый стих «И было, когда услышал Ведеон пересказ на его толкование, то поклонился он, и возвратился в Стан Израиль и сказал «Вставайся», ибо отдал Господь группе нам Стан Незьян». И как всегда надо сказать, что настоящий лидер услышав ободряющее известие, проникся уверенностью в Божественной помощи и не опустил руки, а прибег к совершенно замечательному тактическому решению. Что он делал? В 16 стих разделил он 300 мужей на 3 отряда и дал вам рога в руки всем, рога это имеется ввиду шафара, и пустые кувшиты и фаселы внутри кувши. То есть вообще-то говоря, шафар находится в руках у командира отряда. Но их было, если вы помните, изначально 32 тысячи, потом осталось 10 тысяч, потом из 10 тысяч осталось только 300 человек. И теперь каждый этих 300 получил по шафару. И вот он в одной руке берет шафару, в другой руке он всовывает в пустой кувшин горящий фасел, так ночи не видно этого пламени и света. И ждут команды гибели. И по команде они затрубили три отряда отрядов эти шафары и разбили кувшин, и держали в левой руке фаселы, а в правой руке рога чтобы трубить. И возглашали меч Господа и днем. И стали они каждый на месте вокруг стана. То есть они стоят на месте, а врагам кажется, что это 300 отрядов на них напало. Это огромная сила. И стали они каждый на месте вокруг стана. И побежал весь стан. И затрубили они и обратились на медведь. И затрубили 300 шпар и направил Господь меч одного противника против другого, против всего стана, и в бегство обратился к стану и побежал. Значит, Гедеон одержал такую потрясающую зрелищную победу над этим несмертным войском. Еще и преследовал и добивал. И вот после войны глава отмечает нам Гедеону с другой стороны. Не как человека преданного народу, беззаветно храброго и умного воина, а как человека, который понимает дипломатии и политики. И сказали ему не проемлять. Колено Ефраеву это потумки того же колена, которому принадлежал Иошу Абинон. Это очень, как бы сказать, Ефраин, который младше новяков поставил его на первое место. И вот люди колена Ефраина обычно отличаются в некоторых заносчинках и они выражают претензию Гедеонов. Что это сделка с нами не позвать там, когда жовы вас ведите и ссорились с ним сильно. И сказал он им, обратите внимание, как он реагирует на эти предприятия. Что ныне сделали о сравнении с вами? Разве последние виноград не Саина не лучше всего сбора урожают это? Вы настоящие герои. Я просто начал делать кое-что, но ничего такого серьезного не с вами. Вы настоящий победитель. Он предал ваши руки князей Леон и Хорева и Деева. А мог ли я сделать что-то подобного? Тогда унялся их дух против него, когда сказал он это слово. Ну хорошо. Значит, дальше описывается погоня за этими врагами. Я не буду на это тратить время, если кто-нибудь из нас не захочет на этом остановиться. и после этой победы мы видим 22 стих и сказали мужи Израиля Леону празд нами ты и твой сын сын твоего сына и бы ты спас нас с которым не я. Это во всяком случае потому что написано в тексте мы видим первый случай когда народ предлагает какому-то лидеру принять фактически царскую бласть. Зачем принципиально отличается институт царства от той системы которая существует пока что от смерти Иошуа и до этого момента фактически народом каждый раз правит не кто-то избранный не кто-то назначенный а некий вдохновенный лидер который освободил народ от бедствия победил врагов это выдающиеся личные как бы само собой становятся люди и вот впервые гидеону который тоже фактически выдвинулся таким поразительным образом ему предлагают править ты твой сын и сын твоего сына и сказал им гидеон не буду править я вами не будет править мой сын вас Господь будет править посмотрите какая-то потрясающая реакция где он понимает что для Израиля самая правильная форма правления когда правит сам Всевышний и не нужно нам никаких целей и где он обращается к народу всего лишь с просьбой помочь ему в некотором символическом акте обращусь к вам с просьбой дайте мне каждое кольцо из добычи своей были богатые добычи кольца и из этого сделал гидеон фон символическую вещь память об этой замечательной победе и поместил его в своем городе Вафри и что же это замечательный памятник того что одержано победу и править будет нами никто иной как Господь и глобно следовали самим естественно и правильно и стало для гидеона и для дома его запоминания то есть оттого что гидеон решил ограничить только одним очень скромным шагом по созданию памятника гидеон и пустын и народ стал поклоняться этому фону сделанному из обыкного бога и пустын пустын и пустын и пустын отношению к этому моменту вот о чем будет происходить потому что когда евреи поклонились золотому тверцу в пустыне машин спустился и разбил скрижали первые скрижали завет и конечно же мудрецы и комментаторы спешек поколения обсуждают этот шаг их соображений по какому праву машин разбил эту самую драгоценную вещь вот пожалуй самое простое объяснение здесь множество объяснений очень хорошие но объяснение которое я хочу вам напомнить принадлежит одному замечательному мудрецу прошлого века рабы нейру Симхи из города Звенка он говорит машин должен был преподать народу очень наглядный урок того что нельзя поклоняться никакому предмету будет земной предмет небесный предмет поклоняться можно только одному настоящему богу и если бы машин разбил эти скрижали евреи сказали бы машин ты вернулся благополучно все хорошо ты говоришь не поклоняться не будем поклоняться то что будем поклоняться скрижали разбивая скрижали машин хочет показать народу что поклонение любому сколь угодно драгоценному и даже святому предмету если я его делаю объектом поклонения то это все одинаковое и долопоклон независимо от того что это предмет и поэтому так рискованно для этого иногда нельзя обойти так рискованно создавать предметы которые вызывают повышенный пиетет если мы успеем дойти до середины и дальше эпохи скорее мы увидим что такие сцены когда народ стал поклоняться к какому-то предмету продолжаются и дальше да значит все хорошо значит Гедеон правил вызывал конечно крайне опостиве всего народа 30 из них и у Гедеона было 70 сыновей председших из его средств и на жены были многие у него а его наложница которая в шлеме так же она родила ему сына и он взял себе имя Авимелых почему потому что что такое Авимелых мой отец так практически Гедеон вполне мог считаться царевным народ предложил такой долг и умер Гедеон цельяша в доброй старости и погребан цельяша оставил бог и обезьян и было когда умер Гедеон и обратились сыны Израиля и стали глупо следовать за балами и поставили себе балу заветному богом начинать начинать начало пяти и поклон и не помнили сыны Израиля господа бога своего спасшего и всех врагов вокруг и не оказали милости дому и рубало Гедеона по мере всего того блага какую пуду и дальше страшная история про вот этого сына наложника он пошел в шхен к братьям своей матери шхен это очень очень тяжелое место место в котором братья продали и цепо и дальше в нашей истории происходили тяжелые события в этом было и говорил Владимир всему семейству дома отца своей матери так говорите же во все услышание граждан шхема что лучше для вас чтоб правили вами 70 мужей естественно и рубало или что правил вам один муж и помните что кость ваша и плод ваша я и дали они ему 70 серебренников из дома Баула Заветного и нанял на них вымелых людей пустых и порывистых и последний след за ним и пришел он в дом отца свою вовну и убил братьев своих сынов и рубало 70 мужей на одном и и остался в живых и там сын за рубало и спрятался и забрали все граждане шкема и дом его и пустые и православ и обнял и царем вы перебив цикан и рассказали об этом витаму единственному оставшемуся сыну пошел он и стал на вершине горы грязи и поднял свой голос и сказал услышьте меня граждане схема и да услышь твать бог и он произносит знаменитую притчу пошли однажды деревья помазать с собой зая и стали предлагать поочий людей самым достойным деревьям поколницы винограду маслине и каждый из этих деревьев предлагает чтобы царство и каждый из этих лендер неужели я оставлю свои полезные дела свои плоды которые кормят и будут заниматься неизвестно чем пока они не пришли к колючке и говорят береза давай нам и царство да говорит хорошо буду царство это если не принять это так пошло Петер очень любопытный взгляд на политику вообще и закончив эту притчу говорит я там 13 стих а теперь справедливо ли и честно ли поступили вы когда поставили царем и хорошо ли поступили вы снирубалом и домом и под заслугом ли его восстали и снирубал и снирубал и снирубал и снирубал снирубал и снирубал и убили сыновей его 70 лет на одну и поставили царем и снирубал 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 дальше в общем дело пошло и как лечить и после недолгого его царства не убили и пошло дальше 10 глава и продолжили сыны израиля делали слой в глаза господа и служили баллами астарцам и так далее и покинули они господа и не служили ему данным и воспылал днем господа в Израиле он передал грузики землян и грузи амона и разгромили они исчезали сынов Израиля 18 лет всех сынов Израиля что для дана дали и вот начепите амонипиане угрожают начать войну силу большая и возвали сыны израиля господу грешили мы и сказал господь сынам Израиля от Митраима да и Мария и 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 дали и вы бы запели ко мне я спас а вы меня покинули и дали поэтому я больше не буду спасать вас идите и взывайте к тем божествам которых избрали они пусть спасают вас полгода так стих и сказали сыны израиля господу мы погрешили делайте с нами все как хорошо только спаси нас так рассказ устранили они богов червы до теплые среды и стали служить господу и нестерпимость стала ему тяга пускай бог не может так легко пережить когда израиль страдает и созданы были сыны амона и расположились они встаном в деладе и собрались в Израиле и расположились встаном в дни и граждане стали говорить друг другу кто тот муж начнет воевать знания амона он станет главой всех обязательных дел 11 глава вводит новый секунду персонаж одна из очень ярких фигур этой эпохи Парик штах был героем братным и он был сыном жены блуднику значит когда слово блудница возотребляется в книгах пророков мы никогда без дополнительного комментария взрослой традиции не можем с уверенностью сказать прошу прощения не можем с уверенностью сказать что это слово обозначает потому что иногда это слово зона обозначает действительно мудницу а иногда это обозначает женщину которая занимается тем что держит буфет и корбит людей на зонос а иногда таким спорок называет женщину которая вышла замуж за мужчину и другого колена и как бы в общем ушла без наследства и породил гелад и птаха значит вот он был сыном жены которая не принята и после смерти его братья прогнали этого и птаха из всех и держал гелад от братья своих и поселился он в неком землеток и сошлись в гелад люди пустые выходили с ним отрядом то есть он в общем вел жизнь такого типа Дубровского и было по прошествии какого-то времени воевали с именем ОМОНа и вот пришли старейшины Гелада взять гелад землеток потому что он очевидно прославился как сильный воин 6 стих и сказали они Птаху иди и ты будешь у нас в ваш дом и с вами жена не ОМОНа и сказал и так старейшины Гелада ведь вы меня не ненавидели вы и знали меня из дома отца моего отчего же пришли вы ко мне ныне как за тесно и сказали старейшины Гелад Птаху потому нынему возвратились к тебе пойди же ты с нами воевать с нами ОМОНа и будешь ты нам главой всем обитателям Гелада и Слава и Птаху если вы меня возвращаете и доставите Господь передо мной буду я вам главой заключили договор то есть если они признают главой ты сам готов начать войну против Гелада и он ставит условие только если я одержу победу и вот этот самый разбойного образа жизни Иса направил Иса послов к царю сыном Омона и передал такие речи что мне и тебе делить что ты пришел ко мне воевать на моей земле и сказал царь сыного Омона послав Иса потому что отмем Израиль мою землю при своем восходе не из Египта а тарнона до Ябок и до Ордена и ныне бы в России с мир и продолжал Иса еще и направил послов к царю сынов Омона и сказал он ему так не отнимал Израиль земли Муава и земли сынов Омона дальше Иса демонстрирует замечательно ясно владельную историю и за краткостью времени я не буду читать эту очень содержательную главу а только скажу вам в чем тут что дело когда Израиль двигался из пустыни чтобы пойти в обещанную землю ни одна из стран которые можно было бы пройти туда не соглашалось и пропустить ни Муав ни Иса а когда Муше предложил простое условие дайте нам пройти через баз цари морейские Сихон и Ог то Сихон и Ог по очереди вышли сражаться и были разгромлены и Израиль завоевал их обширные территории на восточном берегу Иордана это нынешняя территория Иордании значит там поселили два столбина колена из 12 колен и Трайла так вот эти земли когда-то земли на которые намекает царь Омона когда-то были царем Сихоном завоеваны у Муава Омон считая Муав своими родственниками говорит что ты у меня узнан А Иртах отвечает что мы у тебя ничего не отнимали поскольку эту землю потерял давным-давно в войне с Сихоном то теперь значит мы завоевали эту землю законным по международному праву порядка и у вас не может быть никаких претензий ни у Муава ни тем более у Зихона ведь перед войной Иртах конечно не может быть узнан победы над очень сильной армией Омона и он обращается с молитвой к Астерийскому и дает очень странный обет 30 стих перед нами и дал Иртах обет Господу и сказал если отдашь ты сынов Омона мне в руки то тогда будет вышедший что выйдет из дверей моего дома навстречу мне при моем возвращении с миром от сынов Омона то будет Господу и вознесу я то вовсе сожжение то есть он обещал что первое что выйдет ему навстречу из его дома будет сожжено в качестве жертвы Всевышнего благодарность за победу и он одержал блестящую победу разбил врагов и 34 и пришел и так но испуг себя домой и вот его дочь выходит на встречу ему с панами и танцами и лишь она единственная нет у него своего ни сына ни дочери только она и было при виде ее разорвало на первых свои и сказал о дочь моя и повергла повергла и оказалось я же отверзу ста мои гост и сказала она ему отец мой ты отверз ста твои гост сделай со мною как вышло из уст твоих после того как содеял Господь для тебя казнь над врагами твоими и сказала она пусть содеян будет со мной такое оставь меня на два месяца и пойду я стына в горах и оплатив и буду детство мое я и подруги и сказал он иди и отослал ее на два месяца и пошла на ее подруге и оплатила свое детство в горах там конечно не детство а детство и было по прошествии двух месяцев и обратилась на свое восток и он исполнил от них свой обед который раздал и она не познала меня и стала обычаем Израиля из года в год выхода дочери Израиля скорбета дочери Уфтаха это чудовища и не обеду это чудовищный эпизод среди наших комментаторов есть спор о том что же сделал Исак кто дочери по 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 другим мнениям она осталась жить в этом ученстве никогда не вышли замок в любом случае спрашивают мудрецы кто виноват в такой трагической судьбе этой замечательной девушке. И вот отрывок из Митва Мандраса Ильяву Раба приписывается самому пророку Ильяву и он обсуждает эпизод, говорит горе величию которое хоронит своих хозяев. В некоторых вариантах говорится горе власти которая хоронит тех кто обладает горе величия которое никогда не приводит к дому. И встах Азеладий дал обед не как положено принести свою дочь на жертву. Что это за обед? Он дал обед первое что выйдет ему навстречу принести в жертву Господу. А если бы собака вышла на встречу он бы собаку принял в жертву? Это совершенно безмозглый обед. Надо было я перескатил через празу которую я вернулся. Надо было Пенхасу сказать что-то. То есть смотрите в это время еще жив внук Аарона Пенхаса. Пенхас человек совершенно потрясающего уровня. он долгое время был первосвященником. Подавляющее большинство первосвященников последующих поколений его прямые посылки. Пенхас находится на уровне великого мудреца и пророка. И закон Торы позволяет человеку который дал мне обдуманный обед крестить большому мудрецу и разрешить его. И почему погибла девушка? Из-за гордыни двух больших людей Истаха и Пенхаса. Истах говорит я глава народа неужели я пройду к какому-то кинхасу если царь взял обед то его не раздавят он для себя уже смотрит как кинхаса. А Пенхас говорит я ему нужен чего я тебя пойду к нему? И так из-за гордыни этих двух больших людей погибла замечательная девушка. И теперь посмотрите какая сцена еще происходила когда после этой замечательной победы. Созданы были мужи Ивра Ифраима вы помните колено Ифраима когда Гидеона предъявляла прицель прошли на север сказали Истаху почему ты пошел воевать с сынами Омона а нас не звал иди с тобой свой дом на тобой придадим огнем искал Истахин в раздоре жестоком был дай мой народ и сын Омона и призывал его но не спасли вы меня от их руки видя что ты не спасаешь я рискую жизнью но и пошел на сну Омона и отдал из Господня в руки для чего же вы зашли ко мне сегодня воевать со мной и началась война и там погибло масса народа 42 тысячи это очень страшный эпизод но при этом он интересен некоторым познавательным когда Гелан воевал с Эфраем то поставили заграждение у переправы Чезарта и вот когда беглецы Эфраем говорили дайте ко мне перейти то мужик Гелана говорили это не Эфраем или в случае он говорил нет и говорили скажи-ка Шиболит Шиболит это колость а у них был диктор третий они говорили Сиболит и тогда его убивали воплотно то что у лингвистов во всех странах вошел употребление термин Шиболит в каждом языке есть свой Шиболит то есть некая фраза которую люди других народов не могут принести правильно например украинцы и стой чтобы русских на том чтобы они сказали становиться на повыше они не могут такое произнести и разоблачать сображдание неизбежное так вот по поводу безумной претензии колена Ефраема и поводу неумного ответа им со стороны Ифтаха говорит такую интересную вещь тот же Небираш Илья Гуранов говорит смотрите это это в середине этого Небираша собрались с ним люди и Фраема чтобы строиться с ним покрупно надо было Пенхасу сказать им следующее разрешить обед Ифтаха вы не пришли а пришли устраивать с ним драку то есть Всевышний говорит смотрите что делается вступиться за достоинство Всевышнего спасти жизнь невинной девушки вам было не так важно вы не пришли по этому поводу вы спокойно допустили чтобы мужская гордыня погубила эту девушку а пришли устраивать с ним драку потому что учили ваши достоинства получается какая-то очень нефиглядная картина как бы в народе нет настоящего духовного и политического руководства которое могло бы ввести народ в какую-то действительно форму когда по пустыкам не разбираются войны которые иногда приводят к гибели десятка тысяч лет и мы вообще говоря без данных ваших заявок не можем дольше задерживаться на этой эпохе судьи это очень сумбуртная эпоха есть там еще личности очень достойные обсуждения великий герой Шим Шо на который у меня не осталось по плану времени если только вы меня потребуете что вам очень хочется его обсудить во всяком случае надо сказать что книга судей заканчивается двумя ужасающими эпизодами хотя эти эпизоды по мнению большинства комментаторов произошли не в конце а в начале эпохи судей но они очень характеризуют странный очень странный ход событий в протяжении всей этой эпохи у народа совершенно перекорюженные представления о ценностях последний эпизод книги судей когда у некой мамаши пропала заметная сумма денег она проклинает двор и ее сынок сознает что это он украл эти деньги и возвращается и растроганная мамаша в сердцах говорит говорит ну раз у меня такой замечательный сын что он вернул украденные деньги посвящаю это серебро богу и закажи мне эти деньги не дала дальше ехать казалось бы некуда если не считать совершенно кошмарные сцены когда в общем из-за абсолютно безнравственного поведения жителей одного из поселений в Калинине Реминина разгорелась война которая привлекла к дюри многих десятков тысяч я очень приветствую три случаи это опять знакомство книги судей а в следующий раз мы наверно займемся окончанием этой эпохи сравнением за руку Шамуэля и переходом к эпоху цели у кого есть на одну минуту вопросы одна минута у меня есть если вопросов нет всем спасибо за внимание доброго вечера всего хорошего до новых встреч ну ладно спасибо всего хорошего счастливо всем спасибо до свидания запись будет на странице курса до следующих встреч